Таталийская народная сказка про серого бычка и белую уточку. В одной глухой таталийской деревне жил бедный охотник-ящер по имени Астон. Жил он тем, что ставил селки на болотах, ловил уток и продавал их на столичном городском рынке. Однажды Астон поймал необычную белую уточку. Она не походила на невзрачных рыбых птиц, которые обычно попадались в умело расставленные ловушки. «Вот за нее я точно выручу много денег», – подумал Астон и понес свою добычу в столицу. В тот день по рынку прогуливался король Толос со своей дочкой-красавицей Эстер. Толоса очень любили подданные, ведь король славился своей справедливостью и никогда без повода не притеснял жителей болотного королевства. Правда, была у Толоса и слабость, он ни в чем не мог отказать своей красавице-дочке. Когда Эстер увидела белую уточку, то сказала отцу, чтобы он тут же купил эту необычную птичку. Толос улыбнулся дочке, кивнул и обратился к охотнику. «Сколько ты за нее хочешь?», спросил король у Астона. Однако охотник стоял, открыв рот и во все глаза таращился на принцессу. Эстер была действительно невероятно хороша. Ее красивая светло-синяя кожа поблескивала на солнце, гибкий стан выдавал врожденную грацию, а проницательные желтые глаза оттеняли идеальные белые клыки. Астон влюбился в принцессу с первого взгляда, королю даже пришлось повторить свой вопрос. «Так сколько ты хочешь за белую уточку, юноша?» «Не продается», быстро нашелся Астон. «Чего же в таком случае ты за нее хочешь?», удивился Толос. «Я хочу жениться на твоей дочери», не моргнув глазом, выпалил охотник. Другой бы правитель просто-напросто приказал страже отобрать белую уточку, а то и бросил наглеца в самую глубокую темницу. Однако Толос недаром прослыл справедливым королем, который заслуженно снискал любовь своих подданных. Он решил перехитрить Астона. «Хорошо, будь по-твоему, только выполни одну мою просьбу», с улыбкой предложил король. «С радостью», воскликнул Астон. «Завтра с утра отправляйся на мое личное болото и убей гидру хаоса, ведь ты же искусный охотник, не так ли?» Толос понимал, что это сущее безумие, при этом король не желал зла молодому охотнику. Толос хотел, чтобы Астон испугался и просто продал ему белую уточку, которая так приглянулась принцессе. Но только охотник оказался вовсе не так прост. «Хорошо, мой король, я выполню твою просьбу, только позволь мне прийти на твое болото с лучшим другом». Толос не стал отговаривать охотника. В конце концов, если этот безумец ищет смерти, то не нужно стоять у него на пути. Король знал, что ни один, ни два ящера, какими бы великими охотниками они ни были, никогда не сумеют удалить гидру хаоса. Толос молча кивнул. Астон же с достоинством поклонился королю, улыбнулся принцессе, отдал ей белую уточку и зашагал в родную деревню. На следующее утро Астон пришел к королевскому болоту серым бычком горгоном. «Это и есть мой самый лучший друг, ваше величество. Дозволь нам выполнить твою вчерашнюю просьбу». Толос понял, что хитроумный охотник обвел его вокруг пальца, однако отказываться от данного накануне слова не стал, ведь недаром он был справедливым правителем. Астон с горгоном пошли на болото. Охотнику не составило труда найти гидру хаоса. Многоголовое чудовище, заревев, кинулось на ящера и горгона. Астон отступил назад, а горгон, набычившись, наклонил могучую рогатую голову и навел на гидру тяжелый, не мигающий, смертельно опасный взгляд. Через несколько мгновений все было кончено. Астон вышел вперед, потрепал серого бычка по спине и склонился над поверженным чудищем. Через некоторое время Астон вернулся к Толосу и возложил к его ногам отрубленные головы гидры хаоса. Так бедный охотник Астон при помощи серого бычка и белой уточки породнился со справедливым королем Толосом, женившись на принцессе-красавице Эстер. А в армии Таталии появились новые командиры, известные как хозяева или повелители зверей. На этом наше знакомство со сказочным фольклором геройской вселенной подошло к концу. Жду от вас обратную связь. Пишите, понравился вам этот эксперимент или нет. Хотите ли вы увидеть на канале новые геройские сказки? За сим позвольте откланяться. Это был Антиквар, всем удачи и до встречи! Пока!